Первенство Приморского края по армейскому рукопашному бою прошло в спорткомплексе «Строитель». Вместе с ним провели и чемпионат Уссурийска для взрослых спортсменов. Право на победу оспаривали 120 человек, начиная от совсем юных рукопашников, заканчивая мастерами спорта и чемпионами России. Армейский рукопашный бой – очень жесткий спорт. Запрещенных ударов, захватов и болевых приемов в правилах немного. В поединке разрешено добивать лежащего противника ногами и руками. Причем отказ от добивания может быть расценен как уклонение от ведения боя. И добродушному бойцу может быть сделано замечание. Победа присуждается по очкам. Нокаут, два нокдауна или сдача соперника в результате проведения болевого приема – чистая победа. Очень жесткий вид спорта. Дело в том, что здесь полный контакт, несмотря на защиту. Удар ногой в голову, например, в партере. Не каждый хочет ребенок получать. Но некоторые родители все-таки думают, что жизнь наша, вот именно жизнь, она жесткая штука, жестокая. Ну и как вид спорта, собственно говоря, он очень близок, будем считать, к уличному поединку. За призовые места первенства боролись 11 команд из Уссурийска, Покровки, Дальнереченска, Черниговки, Владивостока и Биробиджана. Среди фаворитов – представители федерации КУДО города Находка. Они регулярно участвуют в соревнованиях по рукопашному бою и в ближайшее время собираются открыть в своем городе филиал этого вида спорта. По результатам боев на Ходкинсы завоевали первое общекомандное место. И КУДО, именно как вид спорта, он очень близок к армейскому рукопашному бою, очень близок. Практически один в один, маленькие там разногласия у нас есть, какие-то все в правилах. Второе и третье места у спортсменов из Суворовского училища и представителей Уссурийской федерации рукопашного боя. Особенно отличились Руслан Понасюк, Максим Ястребков, Гарик Манукян, Данил Шевченко, Евгений Барсуков, Анатолий Ли и Андрей Зюзин. Они стали золотыми призерами. В чемпионате Уссурийска первое общекомандное место у Федерации рукопашного боя. Второе у десантников из военной части 71-289. Третье у рукопашников из села Покровка.